приветствую каждого кто смотрит это видео в этом видео я хотел бы поделиться своим видением своей информации своим опытом включая влияние нашего окружения при духовном развитии при вообще в целом развитие человека какой-либо сфере все что будет оговорено мной там мой опыт и согласно него я и строю с вами диалог и считаю важным внутренне донести эту информацию как я ее вижу ну на своем примере конечно же все будет объяснено и рассказано если мы берем духовный опыт либо берем вообще развитие человека в какой-либо каком-либо направлении будь то бизнес спорт либо духовное развитие либо какая-то гуманитарная деятельность вообще в целом развитие человека вне общества вне его основного круга общения то часто чтобы достичь каких-то успехов достичь кого-то развития достичь прогресс в какой-то сфере человеку на мой взгляд необходимо абстрагироваться от его окружения в котором он живет объясню на моем примере я в целом живу материально но очень много времени стал посвящать духовному развитию у меня это пошло наверно года как с 3 и я в своей жизни но вообще практически но полностью не матерюсь то есть я абсолютно не использую мат я не разговариваю матом ни с кем у меня нет его в мыслях там может быть изредка что-то и я так вот живу по жизни это контролирую вообще просто скоренил эти слова и своей жизни практически у меня есть два круга общения скажем так первый мой круг общения это мои друзья детства это с кем я вырос кто вот ну из мальства был рядом со мной и я вот с ними как-то двигался они в основном парни которые постигают материальную природу этого мира хотят зарабатывать хотят веселиться гулять употреблять иногда алкоголь в общем хотят по-другому познавать этот мир а я одно время двигался с ними шел с ними да познавал вместе с ними эту грань мироздания и потом я ну внутренне понял появился меня запрос именно двигаться в духовное развитие вот я начал двигаться развиваться и конечно же наши пути немного разошлись то есть я с ними общаюсь я их ценю да и всегда периодически поддерживаю с ними связь но в целом у меня сменился круг общения сейчас в основном это духовные какие-то люди и я вот жил переехал в другой город в общем жил там и периодически приезжал до родных до бабушки до мамы погостить и конечно же встречался со своими друзьями там и ну вот про что я абсолютно ну не использую мат в своей жизни и вот я приезжал туда и конечно же я виделся с друзьями проводил с ними время в одной компании мы общались мы разговаривали где-то я даже присутствовал каких-то ситуациях когда они там выпивали что-то было какое-то веселье они там матерились в общем гуляли на полную катушку и спустя наверное не на первый а на второй день я в разговоре у меня начал неосознанно вылетать какое-то матершинное слово в котором я его не договаривал до конца обычно я его как бы на полусловие останавливал допустим был и и сам вот как-то о откуда это у меня я сначала не понимал то есть я абсолютно не матерюсь и такое происходило несколько раз прям у меня за день допустим 5 или 6 потом а я как раз что-то долгое время гостил у бабушки и у мамы и получается еще три дня пообщался с друзьями у меня уже давай полноценно вылетать матершинные слова но я конечно же старался внутренние как-то их блокировать и я уже стал быть устал отслеживать вообще их вылетание то есть они в момент моего мои какое-то отключение небольшой осознанности когда я как на автомате что дело рассказывал кому-то разговаривал они у меня стали вылетать полностью у меня появились мысли немного не присущие мне от какого-то такого окраса каких-то ну каких-то конфликтов допустим с кем-то если кто-то мне что-то сказал я там начинал прокручивать в голове что я с ним там выясняю отношениях хотя в целом мне это было уже долго времени не чуждо я каким-то ситуациям конфликтам очень спокойно относился целом обычно заканчивал с человеком общение и выходил из конфликта а тут у меня появились какие-то мысли что надо конфликт продолжить я понимал что это не мое я знаю свое сознание и понимаю что это пришло от моего взаимодействия с моими друзьями которые познают мир немного по-другому вот мы конечно же потом я уехал я очищал свое ментальное тело от всего какого-то прилипшего негатива да от всего чего-то не моего что вызывало мат и выстроил уже у себя настоящего вновь вернул до без вот этого налета чужих там мысли установок прочего который я перенял ненароком не специально они там на мне как-то скидывали негатив к чему весь разговор какому выводу я пришел при общении с людьми с любыми людьми устраивается всегда энергоканал идет энергообмен то есть вы обмениваетесь энергиями что-то друг другу рассказываете на эмоциях общаетесь улыбаетесь да с друг с другом вы вот это все совершаете вы пересекаетесь полями своими у человека у кого-то она более грязно кого-то более чистый у кого-то присутствует один набор мыслей у кого-то другой какие-то небольшие установки и вот в результате этих пересечений появляется какой-то налет что-то не твое на твоих тонких телах и они начинают пытаться влиять вот этот вот какие-то программы какие-то мелкие паразиты да какие-то ментальные они начинают влиять на тебя начинают влиять на твою жизнь пытаться управлять твоими мыслями что-то транслировать ну понятно у паразитов любая цель это пожрать энергию до человека и вот через ну через вот это взаимодействие человек меняется он либо понижается либо повышается да опять же пространство оно обычно все уравновешивает если человек какой-то сильно на высоких вибрациях а кто-то менее очень на низких то обычно если они вдвоем общаются происходит какое-то усреднение то есть чтобы не было сильных скачков да вот это тоже такой момент и к чему я к тому что если хочешь духовно как-то развиваться желательно конечно не говорить что вот круг общения которые как-то двигается материальном направлении что вы мне там портите жизнь нужно немножечко его менять потому что часто духовное развитие вообще в целом она наиболее хорошо как говорится выстреливает тогда когда мы двигаемся в определенном круге потому что знания знания да и какие-то как говорится ситхи какие-то наработки они часто передаются не не через ум не через технику бери 10 минут медитируй 20 минут медитируй на голове 30 минут там стой на руках медитируй у тебя будет то есть это все передается просто два человека общаться на каком-то неосознанном уровне происходит обмен происходит обучение происходит какие-то озарения то есть там где-то наверху наши сути наши души ведут какое-то общение ведут диалог выстраивают взаимодействие друг с другом и поэтому важно общаться если ты двигаешься в духовности общаться с духовными людьми потому что ты просто не сознательно не умом будешь выходить на более новый высокий уровень если вокруг тебя нету каких-то высоких духовных людей но смотри ролики вступай в какие-то группы там посвященные какой-то духовности и постепенно двигайся и тебе будет подспорье для дальнейшего развития также хотелось бы сказать если брать людей которые хотят развиваться в бизнесе либо в спорте опять же нужно немного выходить от старого окружения их особо не слушать возможно даже иногда нужно отказаться полностью от их общения потому что они порой будут пытаться принизить либо как-то тебя понизить в вибрациях либо рушить твою уверенность себе если ты допустим собрался заниматься каким-то бизнесом нужно погрузиться подписаться на мой взгляд я так вижу на какие-то там не знаю сообщества в телеграме в ватсапе где все это обсуждается где люди с похожими устремлениями и от общаться и выстроить с ними круг общения да вот я так вижу то же самое касаемо спорта то есть общаешься больше со спортсменами с ними больше двигаешься больше времени проводишь потому что там все-таки волевые качества у каждого присутствует каждый друг друга вытягивает да так скажем то же самое ну есть тоже такой момент негативный допустим человек если не употребляет какие-то тяжелые наркотики да и он начинает общаться в кругу вот этих разного рода наркоманов постепенно он может скатиться до их уровня да не зря говорят что наркоманы в основном их как подсаживает близкое окружение не просто не двигались духовными людьми и оп и они решили что-то там попробовать такое редко бывает в основном человек общается с таким же кругом то есть получается энергообмен получается его ментальное поле населяет вот это какие-то ментальные паразиты прочее начинает его контролить у него появляются мысли у него появляются навязчивые идеи какие-то что а вот попробовать какие-то ролики попадаются то есть его подталкивать если он слаб он может скатиться вот так поэтому не зря есть наша русская поговорка с кем поведешься от того и наберешься поэтому не зря говорят посмотри на друзья человека и ты поймешь кто он если у девушки круг общения это конечно не всегда так круг общения круг общения дам и леди которые немножечко легко смотрят на взаимодействие с мужчинами то соответственно их что-то объединяет скорее всего она также смотрит легко на эти взаимодействия ну вот одно выходит из другого поэтому важный момент если у кого-то есть какие-то ступоры если есть у кого-то какие-то затырки какие-то преграды препоны в развитии себя не только в духовности в бизнесе в спорте попробуйте оценить свое окружение часто близкие нам люди которые вроде как и должны нас поддерживать да и как-то вытягивать даже родные порой даже очень близкие как наши родители они будут пытаться нас немножко приопустить потому что конкуренцию такую небольшую никто не отменял не всегда родители стараются чтобы было только благо у их детей часто это просто какая-то конкуренция возникает между ними вот об этом я хотел донести хотел это обсудить в дальнейшем буду также высказываться на какие-то темы которые я считаю важными которые будут появляться у меня внутри я в основном все видео буду записывать из внутреннего запроса и посыла вот это все высказать и вот этот ютуб канал вот эти видео они отчасти для людей но по большей части они наверное для меня потому что через них я вот внутренне накопившиеся какое-то знание какие-то ощущения я буду выдавать миру таким образом я получаю от этого удовлетворение чтобы появилось новое надо что-то отдать в мир да какую-то информацию все я благодарю всех кто посмотрел меня буду очень рад если я был кому-то полезен кому-то понравилась моя информация очень буду рад если она кому-то даст толчок для нового развития придаст новый импульс в их жизни для дальнейших совершений для бесконечного развития по спирали вверх все всех благодарю пусть творец благословит ваш путь всего всем доброго